Привет, друзья! Сегодня пятница, 23 февраля, 8 часов вечера в Москве, в эфире телеканал «Дождь», это программа и так далее. Меня зовут Михаил Фишман. И сегодня поговорим о том, как семье Алексея Навального не выдают его тело, о том, почему это сознательное, спланированное убийство, а не несчастный случай, и о том, сможет ее Юлия Навальная стать лидером оппозиции. Поехали! 12 февраля Людмила Ивановна Навальная прилетела в Салихард, а потом поехала в Харк, в колонию, чтобы впервые за долгое время увидеть своего сына. Им, наконец, разрешили свидание. Ранним утром 17 февраля, в субботу, она снова летит в Салихард. На этот раз, чтобы увидеть и забрать тело Алексея Навального. В колонии ей говорят, что тело в Салихардском морге, когда она прилежает. На следующий день она едет в морг в Салихарде. Морг закрыт, и тела в нем нет. 19 февраля ее в морг уже не пускают, а следователи Следственного комитета вводят за нос и ее, и адвокатов. Говорят, что не выдадут тело, потому что с ним будет проводиться некая химическая экспертиза. На следующий день, во вторник, 20 февраля, Людмила Ивановна Навальная записывает обращение к Путину. За моей спиной находится колония К-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день, я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. О том, что происходило в Салехарде в течение следующих двух дней, журналисту Александру Плющеву рассказал директор ФБК Иван Жданов. После публикации этого видеообращения Людмилы Навальной, следователь Следственного комитета Александр Варапаев приглашает ее к себе и говорит, что готов показать ей тело, а потом даже будет готов его ей отдать. О том, что делать, следователь Варапаев получает указание из Москвы непосредственно от главы Следственного комитета Бастрыкина. Утром в среду, 21 февраля, следователь Варапаев предлагает Людмиле Навальной выбрать ритуальное агентство и кладбище, а затем поехать в морг и увидеть тело сына. Казалось бы, шаг вперед, но оказывается, есть три встречных условия. Первое. Тело должно быть отправлено в Москву специальным бортом, и до приземления семья не должна сообщать, когда и где этот борт сядет, чтобы люди не встречали гроб в аэропорту. Второе. Сотрудники Следственного комитета сопровождают семью Навального вплоть до завершения похорон. И третье условие. И третье условие заключалось в том, что вы четко определяете кладбище, и мы четко через, собственно, по прилету 23-24 февраля, по прилету определяемся там с днем похорон. Тело хранится в области, в Московской области или во Владимирской области в это время. Потому что, опять же, почему? Потому что мы боимся, что морг будет брать штурм. Это прямая цитата. То есть они абсолютно ничего не скрывают. После этого Людмилу Навальную везут в морг одну. Показывают ей тело Алексея. Она подписывает медицинское заключение о смерти. Затем ей дают срок до следующего дня, до завтрашнего дня, чтобы определиться с кладбищем и залом для прощания. На следующий день, это уже четверг, 22 февраля, сначала решается вопрос с кладбищем. Тройкуровское не дают, дают Хованское в Москве. Следующий вопрос, зал для прощания. И вот в этот момент начинается настоящий ад. Все предложения Людмилы Ивановны Навальной отвергаются. И в этот момент становится ясно, что Кремль, ФСБ, Следственный комитет, что это за инстанция, в общем, Москва настаивает на тайных похоронах. Главный страх Москвы – похороны. И они должны пройти в семейном режиме. Это требование, которое транслирует Людмиле Ивановне Навальной, следователь Воропаев. И становится понятно, зачем нужен сопровождающий во время похорон сотрудник Следственного комитета. Он встречает самолет, потом везет родственников к могиле, вот и похоронили. Тайные похороны для семьи. Это невозможно. Семья Навального такое принять не может. Людмила Ивановна разворачивается, возвращается в гостиницу и записывает еще одно обращение. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. Десятки артистов, музыкантов, писателей записывают обращение к Путину, требуют отдать тело Навального его матери. Но нет. Нет. Потому что вот они, традиционные ценности, за которые российская власть так борется на мировой арене. Убивать своего политического противника, а потом не давать похоронить его, его матери. Вот она, предвыборная улыбка Путина. Вот они, съевшие его душу 25 лет у власти, скрепы, которые ему так важны и которыми он намертво, хорошее слово намертво, прикрепил себя к стране, к российскому государству. Разве он отступит перед горем родителей человека, которого он убил, перед самыми простыми человеческими законами? Нет. Он не отдает тело. Он давит дальше. Последние новости на эту минуту. Сегодня, в эту пятницу, примерно около пяти часов вечера по московскому времени, следователь поставил Людмиле Навальной ультиматум. Либо она соглашается на тайные похороны, либо Алексей Навальный будет похоронен прямо в колонии. Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в Следственный комитет по Ямало-Ненецкому округу. Они требуют возбудить в отношении местных следователей уголовное дело по 244-й статье Уголовного кодекса на другательство над телом умершего. А у меня в прямом эфире Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального. Кира, здравствуйте. 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 Ну, если я правильно понимаю, то этот ультиматум предъявленный, видимо, практически истек. Что сейчас вы добавите к тому, что я только что сказал? Я добавлю, что Людмила Навальная отказалась от этого ультиматума. Она позвонила следователю и сказала ему, что она не будет с ним разговаривать. Она знает, что у Следственного комитета нет никаких полномочий диктовать, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Все, что Следственный комитет может сделать, это выдать тело Алексея в рамках закона. А это значит в течение двух суток, с тех пор, как была установлена причина смерти. Вот этот срок истекает завтра. Поэтому она требует, чтобы тело было выдано ей завтра. И она настаивает на том, что семья хочет похоронить Алексея так, как она считает нужным, и попрощаться с ним тоже так, как он этого заслуживает. То, что она ответила следователю, и на этом разговор был закончен. То есть мы пока не понимаем, что произойдет дальше. Мы ждем завтра. Потому что завтра действительно по закону тело Алексея, то есть уже я имею в виду по всем мыслям и вообще законам, тело Алексея должно быть выдано матери. Посмотрим, что будет происходить. Ну, известна ли какая-то реакция? Есть ли какая-то реакция следователя, соответственно, на то, что ему сказала Людмила Ивановна? Ну, он сказал, я вас понял, и все. И на этот разговор закончился. Людмила Ивановна повесила трубку. Что будет происходить до завтрашнего дня, мы пока не понимаем. А что будет происходить потом, когда эти следователи откажутся выполнять закон и не вернут тело Навального Людмиле Ивановне, и, соответственно, начнут исполнять собственные угрозы? Честно говоря, непонятно, что будет происходить, потому что мы все эти три дня слушаем какие-то... То есть мы погружаемся все больше и больше на дно вообще какого-то человеческой подлости и мерзости. Ни один из нас не мог вообще вообразить, что вокруг тела Навального, что его тело будет использоваться как предмет торга, и что вокруг него будет разворачиваться целая битва за то, чтобы его просто отдали матери. И мало убить человека. Они реально уже дальше глумятся над его мертвым телом, говорят, глядя в глаза матери, что вот время работает против вас, трупы разлагаются. Ну, то есть это невозможно было вообразить. И поэтому буквально, начиная вот с тех пор, как это стало происходить, и с тех пор, как мы получаем какую-то информацию об этом, мы каждый раз реагируем на нее, но наша реакция вполне конкретная. Мы не готовы идти ни на какие переговоры и на какие сделки. Семья Алексея не готова идти ни на какие сделки. Память об Алексее просто запрещает это делать, потому что мы точно знаем, что он бы никогда ни на какие переговоры бы не пошел. И поэтому единственное, что нам остается, это требовать, чтобы тело отдали в рамках закона. То, что они ведут переговоры, я не знаю. Тянут они время, что, о чем они занимаются, непонятно. Но вот они предъявили нам ультиматум? Мать Алексея от него отказалась. Ну, вот как бы, ну, мы не знаем, мы ждем. Возможно, сейчас позвонят снова, понимаете, пока я разговариваю с вами, возможно, они уже звонят ей и говорят что-то другое. Это правда невозможно прогнозировать и невозможно предсказать, что будет дальше. Мы готовы к любым вариантам. То есть я не знаю, ну, наверное, они могут привести в исполнение свою угрозу похоронить его в колонии. Наверное, может, они никогда не выдадут тело. Я не представляю. Ну, то есть нам, у нас нет ответа на этот вопрос. Все, что мы можем сейчас, это просто продолжать требовать, чтобы закон был соблюден. Ничего на свете не мешает его выполнить. Пускай дают тело. Давайте, можно я вас попрошу еще раз формулировать, почему нельзя пойти навстречу Следственному комитету, Путину в его лице в данном случае, и согласиться вот с этим семейным форматом похорон? Потому что даже семейный формат похорон, мы прекрасно понимаем, это какая-то выдумка и ложь. Ну, то есть они хотят буквально под конвоем сопроводить гроб с телом Алексея Навального в Москву, сами выбрать кладбище, сами выбрать там место, буквально на крайне, похоронить его непонятно где, в дальнем углу. И чтобы ни одна живая душа об этом не знала, связать нам руки, запретить нам об этом говорить. Я не знаю, а самое главное, что на практике это может выглядеть как угодно, они просто могут привезти мать реально к свежей могиле, ну, то есть она вместе полетит на самолете, потом ее поставят в отдельную машину, скажут, ну, вы, пожалуйста, сейчас последуйте за катафалком, катафалка поедет впереди. И все, а дальше они будут ее, не знаю, возить где-нибудь, привезут, скажут, ну, вот, все, мы уже похоронили вашего сына, вот это его могила, похорон состоялись, вы же хотели, вот они. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что они врут, и что невозможно верить их словам. Но даже если на секунду поверить, что они действительно бы просто согласились на семейный похорон на Тихому кругу, ну, Алексей достоин совсем другого, он достоин прощания, он достоин того, чтобы с ним попрощались все люди, которые верили в него, которые любили его, которые его поддерживали. В этом нет ничего противозаконного, нет вообще ничего страшного, никто не собирается, ну, то есть это будет мирно и спокойно, это похороны, ничего другого здесь представить невозможно. Но это самый страшный путинский кошмар, увидеть лицо героя в гробу, в цветах и огромную, бесконечную толпу людей, которая идет с ним попрощаться. И поэтому он, конечно, этого никогда не допустит. И поэтому мы не можем на это согласиться, потому что Алексей Навальный заслуживает того, чтобы с ним можно было попрощаться. И все, что мы требуем, это реально выдать тело семье и не мешать им провести похороны так, как они хотят это сделать. Ни один, мне кажется, человек в России никогда, никто никогда не ставил условий и ультиматумов из Кремля, как кого нужно хранить. Ну, то есть это дело семьи. И поэтому это все выглядит реально каким-то абсурдом, какой-то бесовщиной, кромешным адом. Поэтому невозможно согласиться на такие требования. И как вы, собственно, до этого сказали, Алексей Навальный точно никогда бы не пошел на такие условия, никогда бы с ними не согласился. Поэтому это просто невозможно себе представить. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, о том, что происходит прямо сейчас вокруг его тела, как шантажирует его мать, Кремль, ФСБ и Следственный комитет. Если будет какое-то развитие событий в течение этого вечера, в течение ближайшего часа, мы обязательно к этому вопросу вернемся. Алексей Навальный погиб в колонии номер 3 «Полярный Волк» рядом с поселком Харп на Ямальском полуострове. Официальная версия его гибели – смерть от естественных причин. Так, со слов Кира Ярмыш, написано в медицинском заключении, которое было показано матери Навального Людмиле Ивановне, когда следователь Воропаев угрожал ей, что если она не согласится на их условия похорон, то они надругаются над телом. Официально смерть наступила в 14.17 по местному времени. При этом, когда Людмила Ивановна и адвокат приехали в Харп, им сказали, что причина смерти – синдром внезапной смерти. Уфсин поймала Ненинскому округу. В своем пресс-релизе рассказывает, что Навальный умер так. После прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Врачи объясняют – так быть не может. При синдроме внезапной смерти человек не успевает почувствовать себя плохо. При этом не только Russia Today сообщила со ссылкой на некие источники, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, но и то же самое говорит коммерсанту председатель ОНК по Ямало-Ненинскому округу Данила Гонтарь, который раньше работал главным судебным приставом по Ямалу, то есть он плоть от плоти правоохранительной системы и ФСБ. Во-первых, диагноз тромбоэмболия нельзя поставить без вскрытия. Это раз, это уже всем известно. Два, что это вообще значит? Летальный исход от сердечно-сосудистых заболеваний – это самый частый диагноз в российских колониях, потому что его ставят автоматом, когда скрывают причину смерти. Объясняет Ольга Роман. Есть, я бы сказала, три популярных диагноза. Внезапно остановка сердца, оторвался тромб, и такая причина смерти, как упал с лестницы. Это если есть избиения, следы синяков и так далее. Вот эти вот вещи. Причем у нас был случай, когда внезапно остановка сердца был диагноз в момент, когда умер молодой парень. Это было в Рязанской зоне чуть-чуть до войны. У него была такая болезнь, которая, в общем, лечится со средних веков очень успешно. Заворот кишок. Ему был тоже поставлен диагноз остановка сердца. И с семьей договорились просто запугали, что они не расследуют гибель. Хотя это была гибель не криминальная, это была халатность, медицинская халатность, просто не оказание помощи. Одновременно Следственный комитет отказывается выдавать тело. А накануне Навальный был здоров. Выступал в суде по видеосвязи, улыбался и шутил. А за три дня до этого у Навального впервые за долгое время было свидание с родителями, и Людмиле Ивановне ясно, что Навальный здоров. Когда полтора месяца назад, 10 января, Навальный впервые вышел на связь уже из Харпа после этапа, он сам говорил, со здоровьем у него все в порядке. Более того, он специально отметил, что условия содержания в Харпе лучше, чем были во Владимире. Мы все, конечно, внезапно смертны. Навальный тоже. Но какова вероятность, что здоровый по абсолютно всем свидетельствам человек вдруг ни с того, ни с сего, неизвестно от чего, умрет. И практически сразу после того, как его этапировали в максимально изолированную колонию за полярным кругом, где будет сведен к минимуму риск утечки и откуда будет очень трудно получить достоверную информацию, что мы сегодня и наблюдаем. В самом Харпе живут только сотрудники колонии и Уфсин. Они тоже много болтать не будут. А до ближайшего городка Лабытнанге 40 километров. Колония Полярный Волк. Это пустыня. Лесная чаща. Никто ничего не увидит, никто ничего не расскажет. Теоретически, и чайник может закипеть на холодной комфорке. Но если отбросить такого рода гипотезы, то останется только одна очевидная версия. Не бывает такого, чтобы главный политзаключенный в мире вдруг умер по недосмотру. Такого просто не может быть. Навального убили. Спустя два часа Андрей Колесников из «Коммерсанта» узнает у Дмитрия Пескова, что о гибели Навального доложено Путину. Как раз после этого Путин в Челябинске встречается со студентами и рабочими, но специально организованными, и у него отличное настроение. Это реально видно. В Кремле праздник. Об этом мне говорят источники, и к тому же эту радость простодушно транслируют командиры пропаганды. Они знают, какие настроения царят в Кремле. Через три дня ТАСС со ссылкой на источники в МВД сообщает, что брат Навального, Олег, опять объявлен в розыск в связи с неким уголовным делом, новым. А Путин повышает в звании первого замглавы ВСИН Валерия Бояренева, который личными инструкциями обеспечивал пыточные условия для Навального во Владимирской колонии. И даже если никакого этого нового уголовного дела в отношении Олега Навального на самом деле нет, а Бояренев давно был в списке на повышение, на языке власти и то, и другое это сигнал. Позывной. Ну, примерно того же рода, что и присвоение, например, нового звания бригаде, стоявшей в Буче через две недели после того, как мир узнал о том, какие зверства она там учинила. Это послание примерно с таким смыслом. Да, все так. Ну и что? И при этом ситуация развивается так же, как после прошлого покушения, говорит директор ФБК Иван Жданов. Это как было в Омске. Знаете, через час. Вот через час, через два. А вот давайте позже. А вот потом на следующий день. Вы приедете на следующий день утром, рады, и мы все это организуем. Потом время сдвигается. И так время постоянно-постоянно сдвигалось. И от первоначальной договоренности, от первоначального обещания, что мы вам покажем тело и отдадим тело, не остается вообще ничего постепенно. Действительно, это какой-то адский день сурка. Когда агенты ФСБ убивали Навального в 20-м году, кто к нему тоже не пускали его жену. Сегодня пропаганды и депутаты снова заняли привычную оборону. Нам это не выгодно. Вот именно сейчас ну совсем не выгодно. И как это не поразительно, даже переходят в наступление. А надо бы проверить, не делали ли это рук Запада. А давайте-ка приглядимся к выражению лица Юлии. Три с половиной года назад пропаганда отрабатывала ровно те же сценарии. Это НАТО, это немцы, это Мария Певчих. У команды Навального сегодня просто нет сомнений, что Навальный был убит по приказу Путина. Нет никаких сомнений, что убийство Навального будет доказано и раскрыто даже без независимой экспертизы. Экспертиза тела, говорит Жданов. А Юлия Навальная в первом же выступлении пообещала скоро раскрыть подробности. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Убить человека можно по-разному. Даже покушение покушению рознь. 19 августа 2020 года во время полета в Москву из Томска у отравленного новичком Навального был шанс окружающие его люди. Экипаж посадил самолет, в скорой вкололи атропин, а потом Юлия Навальная и соратники сумели вырвать его из рук ФСБ и перевезли в Берлин. И его спасли. В камере колонии номер 3 в поселке Харп за полярным кругом у Навального шанса не было. Он был абсолютно беззащитен. Он не мог спастись, не мог убежать, спрятаться, позвать на помощь, положиться на удачу. Ничего не мог. Просто пришли палачи, сделали свое дело и ушли. Как конкретно они это сделали? Подмешали в еду яд, а потом смотрели в дверную щель, как он умирает? Или держали за руки? Так убивали одного за другим польских офицеров, сталинские палачи. Так в августе 44-го Гитлер приказал убить сидящего в Бухенвальде коммуниста Тельмана. Новая газета рассказывала, в застенках у Рамзана Кадырова его жертв сначала пытали током, потом убивали выстрелом в голову, а потом перешли на удушение канатом, потому что остаются кровь и следы от пуль. Диктатор Чада Хисен Хабре делал примерно то же самое, только иногда еще лично пытал и насиловал своих узников. На кого из них больше похож убивающий Навального Путин? На Гитлера, да? Христо Грозев не исключает, что в этот раз Навального убивала та же самая команда ФСБ, что и в прошлый раз. Летом 21-го года перед саммитом с Байденом в Женеве, еще до войны, Навальный уже 5 месяцев как сидит в тюрьме, а Путин дает интервью корреспонденту NBC и Симмонс его все время перебивает, чтобы не слушать в тысячный раз про этот американский закон об ЭН-агентах, что Путин очень злит, а кроме того спрашивает про Навального и в частности задает ключевой вопрос. Опять же, что касается Алексея Навального, вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым? Путин, как всегда, наводит тень на плетень и полчаса рассказывает, что за здоровьем заключенных следят администрации заведений. Ну, во-первых, вдруг вспоминает, какое плохое впечатление на него произвели медслужбы колонии в Петербурге, когда он там был. Имеет в виду свой приезд в Кресты аж в 2000 году. А во-вторых, исходит из того, что к упомянутому гражданину, ну, как обычно, будут относиться так же, как остальным. Симонс опять за свое. Скажите, что он выйдет. Путин злится, но знает, что говорит. Навальный осужден судом, таких много и эксклюзива у него не будет. Будет в таком же положении, как остальные. Это важный момент. Путин намекает, что там со здоровьем бывает плохо и, главное, не дает никаких гарантий. И это не уход от ответа. Это ответ по существу вопроса. Деловой ответ. В переводе с мафиозно-бюрократического на русский «Как получится, так получится». А если вспомнить про покушение в 2020 году, то такой ответ звучит зловеще. Потому что эти слова произносит человек, который уже давал санкцию на убийство Навального. На самом деле, и до 16 февраля покушений на Навального вероятно было больше, чем одно. К такому выводу пришел сам Навальный в разговоре с Беллинкет после того, как вышел из комы в сентябре 2020 года. В интервью Беллинкет Навальный сообщил ранее не разглашавшуюся информацию, что во время длительного перелета в 2019 году он не мог вспомнить точное место назначения, он почувствовал симптомы, которые описал как очень похожие, хотя менее серьезные, на те, что он почувствовал, прежде чем впасть в кому во время перелета из Томска 20 августа 2020 года. Он вспоминает, что провел некоторое время в туалете на борту самолета, прежде чем симптомы начали ослабевать. А потом, в июле 2020 года, за полтора месяца до Томска, Юля Навальная пережила нечто подобное в Калининграде. Потом были Томск, самолет, больница в Омске, кома, выздоровление, знаменитое разоблачение убийцы с ФСБ и еще более знаменитый рассказ химика при ФСБ Константина Кудрявцева об обработке гульфиковой части трусов Навального. И если это было не первое покушение, то почему не должно было быть следующего? Мы не знаем, когда в точности Путин приговорил Навального, скорее всего, в 2019 году. Может быть, даже раньше. И если не в прямой связи с митингами в Москве и победой умного голосования на выборы в Мосгордуму в 2019 году, что практически очевидно, то в любом случае на фоне очевидного укрепления авторитета и лидерства Навального в это время. В мафиозном мире, в котором живет Путин, у подписанного им приговора срока давности не бывает. Именно поэтому Илья Яшин из тюрьмы так беспокоится сейчас за Владимира Карамурзу и призывает руководство ООН, президента Байдена и лидеров стран Евросоюза сделать все, чтобы вытащить его из российской колонии. И Навальный и Карамурза, объявленные врагами государства, оба сидели в пыточных условиях и, наконец, главное, Карамурзе тоже подписывали приговор. Наконец, главное, обоих Путин ранее уже пытался убить. Навальный и Карамурза пережили покушения, организованные спецслужбами. Понимаю, что мои слова глаз выпиющего в пустыне, но Владимира Карамурзу надо спасать. Угроза его жизни не просто реальна, она зашкаливает. Теперь мы понимаем, что Путин никогда не отказывался от цели убить Навального. И тогда становится понятно, что и почему происходило с Навальным уже в неволе, после того, как он вернулся в Россию. В мае 22-го года ему предъявляют обвинение в экстремизме. Зачем, если это происходит сразу же после того, как выписали 9 лет за мошенничество и оскорбление судьи по делу о ветеране? В октябре 22-го года Навального официально уведомляют о возбужденном против него деле об экстремизме. По сравнению с ним профессор Мариарти курит в сторонке, шутит в этот момент Навальный. В конце мая 23-го года дело поступает в суд, через два месяца, то есть стремительно, приговор. 19 лет и особый режим. В конце сентября приговор утверждает апелляционный суд. Все. Дальше уже этап. 6 декабря Навальный исчезает. В конце декабря соратники находят его в Харпе. Я думаю, что решение отправить его в особые условия, в Харп, было принято тогда, когда уже, собственно, было понятно, что чуть он как-то сам не умирает, надо добивать. Более того, есть воспоминания и сотрудников, и бывших осужденных, которые уже покинули Харп, что еще до того, как мы с вами узнали, куда отправился Алексей, это было в декабре прошлого года в колонию в Харп приезжал собственно начальник ФСИН Аркадий Гостев с большой проверкой, и на самом деле сотрудники зоны ждали, что зону закроют, потому что зона отдаленная, экономически она никак невыгодная, за полярным кругом, но вот после визита Гостева стало понятно, что зону оставляют, делают ее перспективной, и туда, там уже был позже обнаружен Алексей Навальный. Образ Манделы над Навальным витал давно, с тех пор, как весной-летом 13-го года его стали сажать по делу Керафлеса. Навальный не Мандела и не станет Манделой уже тогда, больше 10 лет назад, настаивал Следственный комитет. Перед тем, как стать президентом, Мандела просидел за решеткой 27 лет, и когда Навальный вернулся в Россию после новичка, аналогия стала полной. Но у Путина был другой план. Почти два года ушло на то, чтобы изолировать его максимально, чтобы рядом муха не пролетела. Но мы уже давно знаем про Путина. Он хладнокровный тиран. Он умеет ждать, планировать, он готовится. И с момента, как Навальный оказался в Харпе, пошел обратный отсчет. В новой тюрьме он должен был быть убит быстро. И так и произошло. Его бы убили и раньше, но, судя по всему, было решено дождаться, пока Путин даст интервью Такеру Карлсону. Сегодня пропаганда говорит, нам это невыгодно, особенно после интервью. Наоборот, невыгодно до, иначе бы интервью было испорчено такой неудобной темой, а Путин, очевидно, не хочет ее комментировать. Конечно, мы будем дожидаться результатов расследований, но на сегодняшний день это самое правдоподобное и очевидное объяснение того, что произошло. Навальный был обречен. Тогда, после новичка, Путин объяснял, что, конечно, его спецслужбы следят за Навальным, но если бы его хотели убить, то довели бы до конца. Результат налицо. Шок от убийства Навального очень трудно передать словами. Люди в России плакали. Плакали дома, на кухнях, плакали в школах, плакали на работе, на улице и несли цветы. Александр Швеченко о том, как на это ответило государство. 16 февраля, в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального, жители российских городов начали устраивать стихийные мемориалы в память о нем. В Москве в основном к Соловецкому камню и памятнику Стена скорби несут цветы, свечи, портреты политика. В других городах почтить память Навального приходят к памятникам жертв политических репрессий. Вот Соловецкий камень в Санкт-Петербурге. Где-то действительно люди приходят просто цветами, пытаются их положить, пообщаться с другими. Кто также пришел где-то, люди выходят с плакатами или с лозунгами, с политическими. В первые дни пришедших к местам стихийных мемориалов россиян задерживала полиция. По данным ОВД-Инфо, за четыре дня задержали почти 400 человек. Как минимум 78 из них получили административный арест по уже привычным статьям о неподчинении силовикам и о якобы нарушении правил проведения публичных мероприятий. Многих после задержания отпустили без протокола. Не можно отпустить? Вы что, вы тут операцию не видите, что ли? Что случилось? 16 февраля священник апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко сообщил у себя в фейсбуке, что собирается провести панихиду по Навальному. 17 февраля его задержали и почти сразу госпитализировали с подозрением на инсульт. Недавно совсем появилась новость, что, например, на женщину, которая заказала сорока уст в церкви, донесли, то ли из этой церкви, то ли еще кто-то, вызвали в следственный комитет, чтобы поговорить с ней, уточняли у нее фамилию умершего человека, по которому она заказывала сорока уст и так далее. Ну и также продолжается давление на людей, которые приходят на места мемориалов, на места, где какие-то стихийные мемориалы, их оттуда выгоняют, не дают возложить цветы и так далее. Неизвестные в гражданской одежде стихийные мемориалы зачищают, цветы выбрасывают. Ну, а мне стыдно, человек умер, а вы это делаете. Объясняйтесь. Мне нет. И кто это приказал, скажите тогда. К местам возложения цветов зачастую невозможно подойти. Дорогу преграждает полиция. Сегодня в Екатеринбурге хотела положить цветы на мемориал жертвам политических репрессий. Не пустили сотрудники полиции, сославшись на заминирование. Мемориал с вечным огнем памяти погибшему Вов перекрыт, и ментовская машина стоит. Почтить память Навального без препятствия в основном удается только за границей. Здесь стихийные мемориалы, панихиды, слезы. И за рубежом, и в России люди продолжают нести цветы. Жизнь и борьба Навального проходили у нас на виду, и мы хорошо знали, во-первых, что жена Навального Юлия не просто самый близкий ему человек, а главная опора и поддержка в его рабе, его ключевой союзник. Как говорит Евгений Альбац, политик Алексей Навальный это два человека, он и Юлия. А во-вторых, мы знали, что она тоже обладает огромной волей невероятной крепости духа. Как и его мать, мы это видим сегодня, как и его брат, как и, судя по всему, его дети. Семья такая. После того, как Навального убили, как и миллионы других людей, я упал духом. Внутри пустота, а впереди только мрак и слезы. Но через три дня, в понедельник, с обращением к народу, а как еще это назвать, выступила Юлия Навальная. Путин убил половину ее души, половину ее сердца, но у нее осталась вторая половина, и она не будет сдаваться. Она продолжит дело Алексея Навального. И сразу стало легче, чисто психологически. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. И только так принесенная Навальным немыслимая жертва окажется не напрасной. Таких слов и действий следовало ожидать. И тем не менее, они застали врасплох. Все-таки Юлия Навальная держалась в тени, очень редко давала интервью и тем более выступала с политическими заявлениями. Но теперь она идет вперед, подняв выпавшее из рук ее мужа знамя. Она уже встречается с мировыми лидерами на Мюнхенской конференции в Брюсселе, ее и Дарью Навальную принимает в Вашингтоне Джо Байден, ее уже поддержали некоторые живущие теперь в изгнании оппозиционные политики. Например, Максим Кат. Она никогда раньше ведь в политику не вовлекалась. То есть она всегда была в тени, ну такой в тени. То есть она не высказывалась, не выступала практически. И если она решила сейчас это сделать, то понятно, что здесь можно только оказать поддержку и больше, ну, невозможно никакая реакция, никакого адекватного российского политика в этой ситуации на это. Михаил Ходорковский относится к решению Юлии Навальной с уважением. Я бы никогда не призвал ее к этому, потому что это, ну, непростой для ее семьи и небезопасный для нее лично шаг. Но раз она сделала такой выбор, я к нему отношусь с уважением. В любом случае, это объективный факт. Ее слова внушают новую надежду сотням тысяч миллионам людей в России. Как говорят политологи, у нее есть легитимность. Кроме того, у нее есть моральный авторитет, есть исходящий от нее свет. Но справится ли она с ролью политического лидера? Может ли Навальная возглавить российскую оппозицию? И что это вообще за новая реальность, в которой эта роль принадлежит или может принадлежать Юлии Навальной? Навальный сидел в тюрьме, она на свободе. Но Навальный был в России, а она за границей. В этом есть плюсы политические, но есть и минусы. Юлия Навальная очень смелая женщина. Она бросает вызов Путину, у которого нет красных линий, и который подсылает убийц к своим противникам. И теперь у команды Навального, у движения Навального снова есть лицо, есть фигура, которая их представляет на мировой сцене. Одно это уже очень важно. Но сможет ли Навальная стать национальным политиком в подцензурной, зажатой репрессиями стране? Политолог Николай Петров сомневается, что сегодня это возможно. Она взяла на себя колоссальную сменность и колоссальный груз, продолжив дело своего убитого Кремлем мужа. Но здесь ведь ситуация такая, что Навальный не был формальным лидером оппозиции. Он был одним из, и самым ярким, и самым, имевшим самую широкую базу поддержки лидером. Это то место, которое не является формальным и не дается никак, кроме как в результате личного доверия к конкретному человеку. Навальный был уникален в том смысле, что он стал федеральным политиком в отсутствии публичной политики. И в этом-то как раз и беда сейчас заключается. Пропаганда взялась за Юлию Навальную всерьез. Это не шутки. Это первый пункт сегодня в кремлевской повестке дня. Дискредитация поставлена на поток. В интернете уже даже лежат фейковые обращения к жене Навального от якобы его матери, сделанной кустарной и на коленке, и в русле общей пропагандистской линии. Юлия Навальная рвется к власти. Посмотрите на тушь на ее ресницах. Не только Симонян и Соловьев, к атаке подключился даже Дмитрий Медведев. Это значит, что Кремль воспринимает ее как угрозу. Юлия Навальная реагирует спокойно, призывает просто не обращать на него внимания. И что бы ни ждало нас в будущем, сегодня появление Юлии Навальной это облегчение и надежда не только для активистов, но и для миллионов российских граждан. А у меня в эфире соратник Алексея Навального Леонид Волков. Леонид, здравствуйте. Я сразу предупрежу, что мы записываем этот разговор с вами live to tape, то, что называется, в режиме live to tape. В Москве сейчас 16.45. Соответственно, в Салихарде, это, видимо, тоже важно уточнять, в 18.45. Леонид, здравствуйте. Да, здравствуйте, Михаил. И спасибо большое за это уточнение, потому что ситуация с этой, иначе не сказать, дьявольской свистопляской вокруг выдачи тела Алексея Навального, его матери и похорон меняется с калейдоскопической скоростью, и какие-то вещи, которые мы обсуждаем сейчас, да, могут оказаться не вполне актуальными, когда эта передача выйдет в эфир. Поэтому я не буду эту тему, с вами эту тему не обсуждаю подробно, но все равно спрошу, почему, как вы считаете, Москва, Кремль, Путин так противостоят нормальным похоронам Навального в Москве? Совершенно очевидно, что они опасаются. И я думаю, что по делу опасаются, что любая публичная церемония прощания с Алексеем Навальным в Москве выльется действительно за очень долгое время самое массовое публичное мероприятие. Я думаю, что с Алексеем захотят проститься сотни тысяч людей, вводить его в последний путь, отдать тайну памяти, вспомнить этого великого человека, нашего коллегу, друга, современника, о котором еще будет много написано книг и снято фильмы. И перед глазами, наверное, стоит у многих картинка похорон Андрея Сахарова, которому повезло дожить до того времени, когда уже публичные похороны противника власти такого уровня могли быть возможны, которые стали огромной траверной церемонией через весь столичный город. И я не сомневаюсь, что похороны Алексея могут быть только такими же. И это так и должно быть. Он как лидер, как политик, с миллионами сторонников, как человек, за которого в конце концов проголосовало на выборах порядка 700 тысяч москвичей, имеет право на такие похороны. Абсолютно. И в любой нормальной стране, которая правит, не вурдалаки и трупоед, не буквально антихристы, это было бы абсолютно нормально. И мы знаем, что бывает, что люди умирают, гораздо даже бывает, что их убивают, но тем не менее и противники власти бывают, что их хоронят и все такое. Когда вот эти охреневшие менты, которые действуют от имени и по вручению центральной власти, выкручивают руки и шантажируют Людмилу Ивановну Навальную, они говорят, ну, мы там, вы понимаете, ну, вы же, знаете, как они все мерзко, ну, вы же должны понимать, ну, войдите в наше положение тоже, ну, у нас же начальство, но они опасаются массовых беспорядков туда-сюда. Ну, массовые беспорядки здесь провоцируют и устраивают только одна сторона их. Если бы они не ломали эту комедию, которая длится уже неделю, точнее, трагифарс, если бы они не делали вот эту всю мерзость, которую они делают, если бы они нормально отдали матери тело, мы бы организовали нормальные похороны, куда сотни тысяч людей пришли бы проститься и скорбеть, скорбеть и думать о надежде, о мечте, о прекрасной России будущего, с которой Путин расправился руками своих палачей в тюрьме за полярником. Леонид, я хочу вас, конечно, спросить, как вы понимаете, что произошло? Ну, то есть, что это было за убийство с вашей точки зрения? И, ну, вот, например, из слов Юлии Навальной следует, что она знает даже, просто это сквозит в том, что она говорит, почему именно сейчас Путин решил убить Навального. Как вы понимаете, почему сейчас и почему, и что это было за убийство? Чем оно было обосновано? Зачем? Михаил, я не расследователь. Я политик. Со мной бок о бок все эти годы работают профессиональные расследователи, лучшие журналисты-расследователи в мире. И я могу сказать, что, судя по тому, о чем они говорят, у нас есть ответы на все эти вопросы. Уже есть. Мы знаем, мы знаем, почему именно сейчас. Мы достаточно хорошо знаем, как это случилось. И наши расследователи расскажут об этом тогда, когда будут к этому готовы по всем стандартам своей профессии. Вы знаете, что для нас, для команды расследователей, которую создал и собрал Алексей Навальный в фонде борьбы с коррупцией, всегда было очень важно иметь полные доказательства, сделать так, чтобы любой мог на 100% убедиться в качестве материала. Поэтому я, хотя и очень хорошо знаю, что и почему произошло, и что стало триггером для приказа на убийство Алексея Навального 16 февраля 2024 года, но при этом я не буду сейчас делать никаких утверждений, потому что я знаю, что расследователи предоставят все факты во всех подробностях. Ну, хорошо, давайте говорить не о причинах и конкретных триггерах, а о том, ну, понимаете ли вы, как это было сделано, это, ну, то есть, что-то, можете ли вы что-то сказать про то, что, по крайней мере, то есть это как минимум не доведение до смерти, да, вы исходите из этого. Нет, то есть даже если бы он умер бы там по естественным причинам, не знаю, там от воспаления чего-нибудь, там от, не знаю, от ковида, его там смерть, кровь, все равно была бы на руках Путина, который его незаконно арестовал, посадил и уморил там в нечеловеческих условиях. Но я могу сказать, что это не так, никакими естественными причинами там не пахнет. Был отдан приказ соответствующим службам, которые, вот, к сожалению, в путинском государстве занимаются такими операциями. Насколько, тогда я так спрошу, я понимаю, что это такой, ну, некрасивый, что ли, вопрос, на сколько вы, сам Навальный, команда Навального, семья Навального, вы лично были к этому морально готовы? Или не морально, а даже практически? Михаил, ну, к этому невозможно быть морально готовым. Когда Алексей возвращался в Москву из Берлина 17 января 2021 года, когда там часть членов его команды приехала в Берлин, чтобы обсудить, как мы будем жить и работать дальше, вот там, в два или три дня перед его вылетом, мы обсуждали в деталях и разбирали подробный сценарий. Это начало января 2020 года, да? 2021, 2021. Вот. После отравления перед возвращением. Да, да. Наверное, мы никогда про это не рассказывали, но я, наверное, могу сказать, что большую часть времени мы обсуждали, что делать, если его убьют. По инициативе самого Алексея. Он говорил, типа, если посадят, ну, как бы, будем на связи, найдем способ установить контакт и по ходу сориентируемся, как работать. А вот если убьют, тогда надо будет делать какие-то, принимать какие-то решения уже сейчас. Мы очень долго это обсуждали. И у нас были какие-то планы, у нас были какие-то идеи, которые мы, как бы, постарались запихать в самый далекий уголок нашей памяти и не вспоминать, не возвращаться к ним. Потому что, конечно, в страшном сине кому не могло присниться, что нам действительно вот эти обсуждения и планы понадобятся. И с одной стороны, да, когда это случилось, мы стали вспоминать, достаточно быстро вспомнили все, о чем договаривались с Алексеем три года назад и о чем постарались за эти три года забыть. с другой стороны, все равно принять это все как-то морально, ну, совершенно невозможно. Ну, я понимаю, и я по-прежнему мысленно с вами целиком и полностью и соболезную вам лично и всем нам. Мы, на самом деле, траур продолжается. Но, раз вы так говорите, то, значит, для вас не стал сюрпризом выступления Юлии Навальной, ну, вот, когда, собственно, она заявила, что она поднимает и берет из его рук это знамя и идет вперед. Слушайте, ну, я думаю, что для всех, кто был близко знаком с Алексеем и с Юлией и для всех, кто много работал с Алексеем, разумеется, не было сюрпризов. Ну, про это много сказано и написано уже журналистами, что Юлия всегда была очень вовлечена в политику, в политическую работу, в те вещи, которые делал Алексей Навальный как политик и понимает эти вещи лучше, наверное, всех. И поэтому абсолютно этой сюрпризом не было. И да, это было в том числе то, что мы обсуждали и тогда. Но опять же, ну, зачем я буду про это рассказывать? В какой-то момент Юля про это расскажет. Так получилось, что я был как раз в Мюнхене, мы, собственно, приехали на конференцию безопасности, где были назначены какие-то важные встречи, когда пришла эта новость. Это было у меня на глазах, когда Юля, справляясь со страшной болью, с ужасом, кошмаром, который на нее обрушился, тем не менее, принимала эти решения. Выйти на сцену, сказать то, что она сказала, встретиться с разными людьми, принять быстро в этой ужасной ситуации, принять решение относительно дальнейших планов, принять приглашение выступить в Брюсселе в понедельник, с политической речью, не только с речью женщину, которой только что убили мужа, но уже с речью политикой, которая формулирует какие-то смыслы на будущее, не дай бог никому оказаться в такой ситуации, не дай бог никому делать такие решения. То, что Юля их приняла и реализовала, ну, собственно, свидетельствует в том, что она очень и очень сильный политик, достойная жена своего мужа и, точнее, наверное, правильно сказать, просто вот абсолютно неотъемлемая составная часть вот этой вот всей, так сказать, политической истории Алексея Навального. Она, разумеется, не Алексей, она другой человек, но ее первые шаги вынуждены вот на этой сцене, на которой она никогда не хотела бы оказаться на публичной политической сцене, показывает, что в ней есть огромный запас силы и понимания того, как надо делать и умение формулировать смыслы и умение говорить о том, о чем волнует людей, то есть все вот эти вот качества, которые и нужны политику. И еще раз, я не могу говорить там, что в голове, что в душе другого человека. Она бы наверняка когда-нибудь сама, когда немножко пройдет время, как-то про это все расскажет, про эти страшные дни, самые страшные дни. Это самые страшные дни в моей жизни, да? Что же говорить о ее жизни, если у нее отрезали половину по-живому. И, наверное, там тоже про это будут написаны книги, сняты фильмы, как она приняла эти решения. Но вот как той своей частью, которая может попытаться выйти из ситуации и посмотреть на нее со стороны, я могу сказать, что да, Юлия Навальевна делает очень мощные первые шаги в политике. И, конечно, истеричная, абсолютно истеричная реакция Кремля и всех путинских шавок на это. Он показывает условно, что для них это было неприятным сюрпризом и что они тоже оценили силу первых шагов Юлии Навальевны. А вы понимаете, первые шаги мы видим, вы понимаете, какие будут следующие ее шаги и ваши общие шаги и что такое теперь команда Навального, что такое ФБК и как вы видите себя, ее, все, не знаю, движение, партию, штабы, команду в этой вот новой реальности, в которой нет Навального, но в которой есть сопротивление, в которой есть протест, он есть внутри России, в России, и он есть вне России, среди тех, кто уехал и продолжает сопротивляться. Вы видите эту картину? Вы понимаете эту конструкцию? Михаил, ну, конечно, у нас нет готового плана. Конечно, у нас нет ответов на все вопросы. Прошла неделя, неделя страшной боли, неделя, в которую, да, мы спасались все работой 24 на 7, пытаясь просто вот там работой заглушить самые острые болевые ощущения, как-то в ней спрятаться, организуя там эти поездки и встречи, решая вопросы, связанные вот там с публичной компанией, вокруг выдачи тела, ну, то есть, мы сейчас видим, что все селебритис высказываются с требованием, обращаются к требованиям с требованием Путина, и каждому из них огромное спасибо и большой человеческий поклон, но вы же понимаете, что это значит, что есть там большая часть нашей команды, которая этим занимается, всех обзванивает, просит, убеждает, собирает эти видеоматериалы, публикует их и так далее, есть очень много какой-то текущей работы, которую мы делаем, и, конечно, вот так сесть спокойно, знаете, плюсы, минусы, сильные стороны, слабые стороны, провести такую стратегическую сессию, у нас не было ни времени, ни желания, ни возможности. Какой будет работа нашей организации, есть ли у нас какие-то долгосрочные планы, мы сейчас не можем на этот вопрос ответить. Но у нас есть текущие проекты, те проекты, которые запускались по инициативе Алексея Новыма. Компания «Россия без Путина» и ее главная точка предложения усилий вот эта акция «Полдень против Путина» 17 марта. Наши агитационные проекты, наши расследовательские проекты, наши видеопроекты, все вот эти штуки, которые мы делали и делаем, ну, разумеется, мы их не бросим. Это было бы предательством памяти Алексея. Вот уж Алексей тот человек, который всегда про давайте хреначить в любой ситуации и в любых условиях никогда не сдаваться и никуда не опускать рук. И, разумеется, будем мы прокляты, если бросим что-то из проектов, которые он затеял, которые он придумал. Плюс у нас есть еще большой задел. Алексей был человеком очень творческим и очень крутым политиком, который очень много чего тридунгов. И когда у нас еще была с ним возможность коммуникации, от него всякие идеи прилетали, давайте это сделаем, давайте это сделаем с куда большей скоростью, чем команда в силу ограниченных своих ресурсов могла успевать отрабатывать и обрабатывать. Но этих идей еще хватит на некоторых уровнях. Юля сформулирует свои идеи, свои проекты, свои месседжи, и команда будет работать, чтобы их реализовать. Ну, то есть, если какого-то стратегического плана нет, или, точнее, стратегический план не меняется, делать Путину больно, находить способы хитрые, разные, асимметричные, сделать так, чтобы путинский режим становился слабее и, в конце концов, порухну. Это вот и есть наш стратегический план. И это будет памятником, данью памяти Алексею. Больше всего на свете я сейчас хочу одного, что вот режим, чтобы Путин и его окружение не сдохли страшной смертью, хотя этого я тоже хочу, а чтобы они увидели, как на их глазах разрушается то, что они натворили, вот этот гнилой нарост на теле России, путинизм, чтобы он сгнил и распался, и они это видели, чтобы Путин понимал, что в учебниках истории его имя будет внесено не как собирателя земель российских и великого правителя, а как преступника, сравнимого только с Гитлером и Полпотом, чтобы он понимал, умирая, что на его похороны никто не придет, и на его могилу никто не придет, не принесет цветы, никаких импровизированных мемориалов не будет, и вот все люди вокруг него, чтобы они тоже это понимали, чтобы они дожили и увидели, как вот эта вся мерзость, которую они соорудили в нашей прекрасной России, разрушается, вот тогда, хотя Алексей этого не вернет, можно будет хоть немножечко себе как-то сказать, что что-то было не зря, и погиб он не зря, мы должны увидеть прекрасную Россию будущего, только так можно хоть немножечко отдать дань памяти этому великому человеку. Леонид Волков о планах Юлии Навальной и команды Навального после того, как его убили. Время самый главный на свете доктор. Время лечит. Всегда. Время успокаивает и примеряет. Время дает время, чтобы сжиться с потерей, принять реальность, осознать новую жизнь. Но пока прошло еще слишком мало времени. И всю неделю я думаю, ну, все думают, почему так тяжело смириться с гибелью Алексея Навального? Почему так трудно признаться себе, что это произошло? Откуда эта дыра внутри? Попробуем разобраться. На этот вопрос есть очевидная часть ответа. Навальный герой. Он был героем до своей гибели, и он погиб как герой. Дракон уже однажды хотел его сожрать. Подавился, выплюнул, можно было остановиться, но он снова вошел в пасть к дракону. Без сомнений, без сожалений. Как пишет из тюрьмы Илья Яшин, шел, презирая страх и смерть, шел с улыбкой и гордо поднятой головой. Именно так, с улыбкой и гордо поднятой головой. И это всегда было так. Тактика Навального могла меняться, и он сам, безусловно, серьезно эволюционировал как политик. Это факт. Но в широком смысле он всегда был в себе абсолютно равен. Как он сам говорил в одном из интервью начала 12-го года в разгар болотного движения, Навальный прошлого, Навальный настоящего и Навальный будущего, это один и тот же Навальный. В том числе и Навальный будущего. Не менялась его программа, не менялась его позиция, не менялось его настроение. И невероятно важная, самая подкупающая штука, его шаги, его действия не зависели от размера ставки, которую он делал, от величины риска, на который он шел в каждый конкретный момент. Навальный был в российской политике, ну, грубо говоря, 20 лет. 17 лет назад, 14 апреля 2007 года, власти впервые разгоняли с помощью дубинок протестную демонстрацию. Тогда они назывались маршами несогласных. И именно Навальный выстраивал в шеренгу протестующих, чтобы противостоять ОМОНу на бульваре в Москве. Вот этот момент в репортаже РЕН-ТВ. Тактика ОМОНа на бульваре гораздо жестче. Тогда цена вопроса была впервые удар дубинкой. 5-10 суток административного ареста уже случались, но еще были огромной редкостью. Через 5 лет цена вопроса будет его свобода. через 10-13 лет его жизнь, но это ничего не изменит. Это будет тот же самый Навальный. Несколько месяцев назад, в июле 1923 года, его судили за экстремизм. Это был Орвеловский и Кавкианский суд одновременно, потому что процесс был засекречен, и мы так и не знаем, в чем конкретно обвиняли Навального. Но из вопросов, которые Навальный на суде тогда задавал свидетелям, Илье Яшину, Владимиру Кармурзе, Алексею Горинову, мы поняли, что предметом обвинения являлась вся деятельность Навального, и в том числе его участие в выборах мэра Москвы в 2013 году. То есть Навального приговорили за то, что он хотел захватить власть с помощью выборов. За это ему дали 19 лет. Теперь-то мы понимаем, зачем. Но тогда, перед приговором, Навальный выступил с последним словом. Теперь уже, как мы знаем, своим последним-последним словом. Больше у Навального не будет приговоров и не будет последних слов. И он говорил, что Россия барахтается в луже грязи и крови, и обращался к судьям и приставам. Они думают, что он сумасшедший, но на самом деле он абсолютно нормальный. И они, судьи и приставы, которые его мучают и сажают, тоже заинтересованы в том, чтобы жить честно и счастливо. Потому что зачем тратить свою единственную жизнь на то, чтобы защищать тех, кто тебя же и грабит. Так вот, ровно за 10 лет до этого, в июле 13-го года, Навальный получал свой первый приговор по делу Киров-Леса, когда прокурор требовал посадить их с Петром Офицеровым на 6,5 лет соответственно. За то, что фирма Петра Офицерова торговала лесом. То есть просто за сам факт ведения бизнеса. Перед этим приговором Навальный выступал со своим первым-последним словом и говорил практически то же самое. Мы будем уничтожать этот феодальный строй, который грабит вас здесь всех. Несмотря на то, что вот вы меня посадили на скамью подсудимых, я и мои коллеги, мы будем вас же защищать, понимаете, от этого всего. В фильме Навальный, который получил Оскар, его спрашивают, что делать, если его убьют. И он отвечает, помните о том, что вы – мы. Огромная сила, которая попала под гнет плохих чуваков. Осень 20-го года. Его только что едва не убили. Три недели он пролежал в коме. Его соратников уже преследуют. Сеть его штабов в России будет вот-вот разрушена. А он говорит – мы – огромная сила. Он знает, что вместе с ним большинство народа. И практически то же самое он говорит в том самом своем первом-последнем слове. 100 семей – те самые плохие чуваки. Захватили в России власть. А нас гораздо больше. Нас – миллионы. Нас все равно больше. Нас сотни тысяч и миллионы. Происходит такая смешная штука, при которой действительно вот эти 100 человек силой телевидения, инерции, благодаря общественной апатии, они захватили здесь власть. Но не может такого быть, чтобы 140-миллионная Россия подчинилась нескольким десяткам ноунеймов. Это недоразумение. И он, Навальный, вместе со всеми, кто вместе с ним его исправит. Вы, кстати, обратили внимание, как сидящая в зале Юлия Навальная как будто произносит этот текст вместе со своим мужем, только молча. Это один и тот же Навальный. 15 лет назад, 10 лет назад и сегодня, когда его убили. Уже в конце нулевых Навальный был самым популярным независимым политиком в стране. Хотя в репортажах его еще долго по привычке называли блогером. В 17-м году, после расследования про Дмитрия Медведева, 40 миллионов просмотров, десятки тысяч людей выходят под ОМОНовские дубинки на улицы от Владивостока до Москвы и Калининграда. И именно тогда YouTube-канал Навального превращается в полноценное медиа. Зато сам Медведев теперь физиогномист, изучает и комментирует выражение лица Юлии Навальной после того, как убили ее мужа. Из президентов пропагандисты. Повторять за Маргариту Симоненко. Достойное продолжение карьеры. Что тут еще сказать? В январе 21-го года, когда Навальный уже сидел в матросской тишине, его фильм про дворец Путина собирал по 10 миллионов просмотров в день. И до сих пор это самое популярное расследование в YouTube. Это был удар такой силы, что Путину пришлось оправдываться лично. Это не он, и лошадь не его, и дворец не его, и бассейн не его, и он так не плавал в нем никогда. Это он в Енисее так плавал. Ну что это за фальсификаторы? Это же монтаж-компиляция. 130 миллионов просмотров на сегодняшний день. Но это все тот же Навальный, который придумал антикоррупционные расследования в 2008 году. Пошел в тройку диалог, купил акции госкомпаний и начал летать на собрание акционеров, требовать документы и судиться. А почему нефтетрейдер Гунвар аккумулирует прибыль в Швейцарии? А почему сургут нефтегаз и Роснефть продают через Гунвар свою нефть? Он мне рассказывал, как это было, цитирую, «Все охренели от того, что какой-то чувак берет и подает в суд на Газпром». Придумал жанр. Про чудовищную российскую коррупцию можно рассказывать увлекательно, а не только сухой заметкой в газете. Более того, пригласил поучаствовать в этом крестовом походе всех желающих. И так в России появился политический краудфандинг. Еще одно изобретение Навального. Я занимался своими расследованиями. Бумажки свои скучные вывешивал в блог. Люди постепенно находили их интересными. Это все распространяется. Когда я просил, пишите заявление вместе со мной, со мной писали сначала эти заявления. Там 30 человек, потом 300 человек, потом 3000 человек. Борьба с коррупцией, борьба с жуликами – это увлекательно. Это такой интернет-сериал на самом деле. Вот так Алексей Навальный и стал самым популярным оппозиционным независимым политиком страны. И всегда был одним и тем же Навальным. Делал и предлагал делать одно и то же. В 17-м году он пошел в президенты. Кремль, конечно, его на выборы не пустил. Отправил вместо него на голосование Явлинского и Собчак. Тогда Навальный провел альтернативную президентскую кампанию. А кроме того, придумал умное голосование. Как эффективно противостоять власти на выборах, на которых нет выбора. Умное голосование – это тактическое голосование против кремлевского фаворита или кремлевской партии. Когда рейтинги власти зашкаливают, ну как, например, после аннексии Крыма в 15-м году, у умного голосования шансов нет. Ну или очень мало. Когда рейтинги власти падают, как после пенсионной реформы 18-го года, для него, наоборот, открывается окно возможностей. В июне 18-го года Путин объявил, что поднимет пенсионный возраст. В сентябре «Единая Россия» уже терпела одно поражение за другим на региональных выборах. И сразу же после этого Навальный выкатывает умное голосование. Если голосовать не по сердцу, а по уму, не за разных кандидатов, а за одного конкретного, даже если он лично не симпатичен, то можно опрокинуть партию власти. И главным образом на выборах в Мазгардуму в сентябре 19-го года. Будут классные кандидаты и менее классные, где мэрия побоится и не пустит сильных политиков. Такое, конечно, точно будет. Но главное, ни одного голоса «Единой России». Мы все вместе голосуем только за одного человека в каждом округе. Это и есть умное голосование. И так и произошло. Большинству независимых кандидатов отказали в регистрации, а на митинг на проспект Сахарова в Москве снова вышли десятки тысяч с требованием допустить кандидатов. И тогда впервые на улицах Москвы ОМОН повел войну против демонстрантов. Появились уголовные дела за пластиковые стаканчики, а Путин объяснял, что начнут с пластиковых стаканчиков, а потом и стрелять начнут. Но те выборы в московский парламент власть проиграла. Как минимум морально. 20 мест из 45 у оппозиции. И дополнительное унижение теряет кресло глава фракции «Единой России» в Мазгардуме. Через два года Навальный уже вернулся в Москву после отравления и уже сидит. А умное голосование – главный страх Кремля на выборах в Думу в сентябре 21 года. Кремль ведет войну на уничтожение. ФБК и штабы Навального объявлены экстремистскими организациями. Его сторонники выдавлены из страны. Новые законы запрещают выдвигаться в депутаты тем, кто стоял с Навальным на одной сцене. Это полный разгром. Одновременно Роскомнадзор блокирует все связанные с умным голосованием ресурсы под огнем силовиков даже Гугл с Яндексом. И все это значит, что даже сидящий в тюрьме Навальный – главный противник Путина. Он символ гражданского общества и неподконтрольности Кремлю. Он символ общественной самоорганизации. В данном случае в виде умного голосования, которое невозможно задавить цензурой и пропагандой, а можно только уничтожать. В том числе физически. И это по-прежнему все тот же Навальный. Умное голосование как идея возникло за 10 лет до этого перед выборами в Думу в декабре 2011 года, когда Путин объявил, что вернется в Кремль, и его освистывал Олимпийский. Вот октябрь 2011 года. Навальный объясняет, почему не надо бойкотировать выборы и голосовать против всех, а надо голосовать и за коммунистов, и за справедливую Россию, и даже за Жириновского. Мы не должны считать, что на построенном Кремлем политическом поле все, кроме нас, кремлевские марионетки и фикции. А наши полтора землекопа – это настоящая оппозиция. Да, они под контролем Кремля. Да, они боятся говорить то, что думают. Но у них миллионы сторонников. Давайте им поможем. Они боятся. Сидят где-то там под столом или под креслом, боятся вылезти и сказать то, что можем сказать мы. Вот только в этом наша задача. Значит, нашими руками мы будем загребать жар, может быть, для этих людей, для того, чтобы повысить им шансы где-то прохождения. Но этим самым мы выстраиваем некое новое политическое пространство, новую политическую борьбу, которая заключается. Мы все против них. Значит, вот все мы против единой России, которая является организационной и политической базой банды. Так осенью 2011 года зарождалось умное голосование и продолжала жить большая идея, большая вера. Мы все против них. Хороших людей больше, чем плохих чуваков. Надо самим выходить из конформизма и самоцензуры и помогать остальным это сделать. Как говорил в прошлую пятницу в нашем эфире политолог Александр Морозов, Навальный – символ возможности российского народа самому создавать свое счастливое будущее. Символ того, что можно не покориться захватившей в стране власть маленькой группе людей, что можно не покориться страху. Ведь если бы все встали, раскрыли плечи и сказали «нет», они бы просто разбежались, попрятались. Сила группировки, которая захватила власть в России, как всегда был озаглавлен, простите, блок Навального в позиции нейтралитета, которую заняли остальные. Сразу после возвращения из Германии ареста, когда люди вышли на улицу в его поддержку, не так уж много людей Навальный писал из «Матросской тишины». Два важных слова – Корней Чуковский. Его тараканище – это точное описание того, что происходит сейчас в России. Кучка воров помыкает 150-миллионным народам. И люди кланяются царю Гульфику. Еще один мем Навального, который появился после его расследования, покушение на него же. Покорились царю Гульфику, хотя понимают, что всех посадить нельзя. Значит, мы должны разбудить большинство. И это неблагостная сердобольная проповедь. Это политическая программа. Навальный знает себе цену. Он лидер. Он номер один. Но его уникальное свойство заключается в том, что в его призывах не бояться, и вообще в любом его общении с людьми нет ни высокомерия, ни упрека. Есть вера в людей и желание им хорошего. Последнее появление живого Навального в нашей жизни на заседании Владимирского областного суда по видеосвязи 15 февраля. Физически он в полном порядке, но послушайте, как он разговаривает с судьями и приставами по ту сторону икра. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашим решениям не закончатся еще быстрее. Так что присылайте. А чем завтра тоже там скидывается в сезонный? Это разговор без гнева и пристрастия. И хорошо видно, что судьи и приставы это чувствуют. Даже в диалоге с врагами. Ну, судьи и приставы, кто они? Они часть мучающей его депрессивной машины. Навальный все равно сочетает принципиальность и неизгибаемость с дружелюбием и сочувствием. Я наткнулся на этот подход, ну, на похожей интонации. В любимой, может быть, одной из любимых книг Навального в мемуарах советского диссидента Анатолия Марченко, который погиб на выходе из голодовки в декабре 86-го года буквально за несколько дней до освобождения Сахара. Марченко было 48 лет. Навальный не дожил до 48-ми, 3,5 месяца. Так вот, точно такую же спокойную несгибаемость можно, например, увидеть в довольно известной сцене из фильма «Срок», которая осталась в истории благодаря тому, что авторы фильма Павел Костомаров, Александр Расторгуев и Алексей Пивоваров повесили на героев микрофон. 6 мая 2012 года ОМОН уже громит Болотную площадь. Лидеры протеста пытаются прорваться к трибуне. ОМОНовцы уводят со сцены Сергея Удальцова. Скоро уведут Бориса Немцова. Навальный стоит у трибуны, говорит, дайте ему микрофон. Пытается подняться. И тут его стаскивают вниз и тащат в отделение. Я за что меня забираете? Вы что делаете? За что меня забираете? Я же жусь на! Все не оставаться здесь! Все не оставаться здесь! Не отходи, не тёс! Сломаешь кисть. Все, пойдешь? Пойду, пойду. Опусти. Брат, не дёргайся, я сломаю руку нахи, понял? Посажу потом. И в этих двух словах «посажу потом» одновременно и твёрдость намерения, и чёткость мысли, и всё та же несгибаемость, и при этом отсутствие презрения к этому конкретному, вполне жестокому полицейскому. И кажется, что ответ на вопрос, почему так трудно принять эту конкретную гибель, надо искать в этих словах и среди этих качеств, потому что они сделали из Навального того Навального, который и стал изобретателем политики, лидерам оппозиции и олицетворением надежды на счастливое будущее для страны. Летом 2015 года я брал у Навального интервью. Нескучный сад в Москве, прекрасная погода, вокруг велодорожки, вейкборды, фарпучино, электробусы, которые через 8,5 лет по достоинству оценит американский журналист Такер Карлсон. Партию не регистрируют, на выборы не пускают, начали убивать, убит Борис Немцов, и уже понятно, что его убийство расследовано не будет. Я спрашиваю, что это значит для Навального и других лидеров оппозиции? Мне даже не хочется называть этих людей правоохранительной машиной, но вот то, что называется правоохранительной машиной системы, все, что они делают, направлено исключительно на то, чтобы покрывать людей, которые совершают политические преступления, в том числе убийства, и обвинять в невиновных. Поэтому ожидание, что эта машина вдруг ошибется и бах, нам отдаст реального убийцу Немцова, конечно, я в это не верю. И, конечно, я не сомневаюсь, что правоохранительная система будет и дальше использована для усиления репрессий в отношении людей, таких, как я, в том числе, и как мои товарищи. Ну вот... Меня это не пугает, и я этого не боюсь. Если бы я боялся, наверное, я бы с тобой не сидел бы на лавке в нескучном саду города Москвы, а сидели бы мы с тобой где-нибудь на лавке, ну не знаю, в Цюрихе. И вот восемь с половиной лет спустя я сижу на лавке в условном Цюрихе, а Путин убивает Навального в российской тюрьме. Я думаю, что принять, осмыслить гибель лидера оппозиции, вероятно, можно. Но как погасить в себе чувство несправедливости? Потому что так не может быть. Так не должно быть. Это нечестно. Не только храбрый, неизгибаемый, честный, свободный, а еще бодрый, изобретательный, остроумный, веселый. А еще окруженный любящей женой и любящими детьми. Возьмите любой пост в Инстаграме. Да что там, вы и так знаете. Эталон семьи здорового человека. Абсолютно преданный своему делу и одновременно умеющий быть счастливым и совмещать дело жизни, борьбу в буквальном смысле слова, не на жизнь, а на смерть. Сериалом Рика Морти, Гарри Поттером, ну и, например, ежегодным турниром по разбитию пасхальных яиц. Опять-таки, возьмите любой, наобум, любой пост в Инстаграме. И традиционный пасхальный поединок. В нем участвует чемпион прошлого года, самый бледный мальчик на свете, который не выходил уже месяц. И претендент, то есть я... Давайте, чтобы не было потом разговора. Я забью на яйцо. Ха-ха-ха! Чемпион! Илья Яшин пишет из тюрьмы. Противостояние Навального и Путина показало масштаб личностей обоих. Навальный шел вперед, презирая страх и смерть, с улыбкой и гордо поднятой головой. А Путин – маленький человек, случайно получивший огромную власть, и теперь прячется в бункере и убивает из-под тяжка. Это очень точно. Навальный противоположна с тем, кто его убил. Навальный и Путин по разные стороны шкалы жизни. И гибель Навального оказалась не последней серией борьбы между добром и нейтралитетом, а расправой. Зла над добром, горе над счастьем, ненависти над любовью, никчемности над личностью, смерти над жизнью. Погиб человек, который олицетворяет жизнь от рук тех, кто несет и воплощает смерть. Смерть победила жизнь. Ухмыльнулась, усмехнулась и просто раздавила ее. Расплющила по холодной стене тюремной камеры за Ямал. И это так несправедливо, что это невозможно принять. Невозможно с этим смириться. Это была программа и так далее на Дожде. Меня зовут Михаил Фишман. Снова напомню вам, что телеканалу Дождь нужна ваша поддержка. Ставьте лайки этой трансляции. А если вы не в России, делитесь эфирами Дождя, помогайте Дождю расширять аудиторию. И, конечно, опять-таки, если вы не в России, вы можете помочь Дождю деньгами. Донатить можно через чат Ютьюба. А в закрепленном комментарии под этой трансляцией есть ссылка на сайт ТВРН.ТВ. Там указаны все способы, как можно придержать дождь. Увидимся ровно через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»